Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Я приветствую всех, кто ко мне заглянул. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за ваши такие добрые комментарии. Очень многие интересовались, где я, почему я не снимаю видео и так далее. Хочу вам объявить, что я опять начинаю снимать мастер-классы. У меня была пауза, наверное, 6 месяцев. Итак, сегодня я вам хочу представить сумочку Адель. Вот те, кто со мной давно на канале, наверняка видели один из моих первых мастер-класс. Это был пошив сумочки Мона. Сумочка Мона, там было, наверное, я не знаю сколько видео, 7 или 8 видео. Настолько подробно я объяснила, как шьется эта сумка. Сумочка Адель. Это та же самая Мона, но большего размера. И она сумка-трансформер. То есть ее можно носить, как рюксак. У меня несколько женщин просили мастер-класс по именно вот этой Адель. И вы знаете, я им пообещала. И у меня такой нехороший такой осадок из сердца. Потому что я им пообещала, но заказы у меня были в основном на черные сумки. А мастер-класс делать по черной сумке, это просто потеря времени. Потому что ничего не видно. Я сама смотрю мастер-классы. Если что-то на черном, если делает кто-то сумку мастер-класс в черном цвете, ничего не видно и ничего не понятно. И вот наконец-то мне заказали сумочку вот в таком цвете. И почему? Потому что скоро весна, скоро лето. Вы знаете, эта сумка у меня самая заказываемая, самая любимая у моих женщин. У меня есть женщины, которые заказали уже три таких сумки. То есть себе, потом кому-то в подарок. Чем она так привлекательна? Во-первых, эта сумка удобна. У меня самой такая сумка есть. И моей сумке уже шесть лет. Я уже ее заносила до дыр. Но дыр, поверьте там, нет. Я вам ее в процессе в мастер-класс видео. Вы ее увидите, эту сумку. Значит, эта сумка, в общем-то, именная. Здесь вышиваются инициалы владельца сумки. И внутри на карманчике вышивается. Или, если человек заказывает себе лично, вышивается имя владельца сумки. А если кому-то в подарок, то там внутри на карманчике вышивается пожелание. Это же так прекрасно. И вот сколько мне мои заказчики и видео присылали, и рассказывали, что когда именинник получает, или на Рождество тоже заказывали у меня такие сумки, или на день рождения, или дочка заказывает своей мамочке. И вот присылают видео и рассказывают. Или человек, который получает эту сумку, просто плачет от счастья. Во-первых, нравится сумочка, а во-вторых, пожелание всегда какое-то необычное, особенное. И эту сумочку, конечно же, женщины очень-очень любят. Потому что она моя, такая персональная. Ни у кого такой сумочки нет. Так вот. Сейчас я вам скажу ее размеры. По донышку сумка имеет размер 32 сантиметра. Высота у нее 35 сантиметров. И глубина донышка 12. Смотрите. Эту сумку можно носить на плече. Или, если вы вот эту вот ленту, вот этот ремень удлините, можно через плечо. Почему? Потому что у нее имеется функция рюкзака. И, конечно же, если вы зайдете в большой супермаркет, вы побоитесь одеть эту сумочку в качестве рюкзака, потому что вы будете бояться, что у вас из нее могут что-то вытащить воришки. Поэтому для таких случаев вы можете ее просто одеть. Вот так вот. И носить впереди. Или сумочку можно носить в качестве рюкзачка. Вот я вам сейчас покажу, как она выглядит в качестве рюкзака. Вот, пожалуйста. Итак, сейчас мы эту сумочку рассмотрим поближе и приступим к пошиву. Итак, у сумочки имеется впереди вот такой вот карман, который уходит в донышко. Этот карман у меня на магнитной кнопке. Вот так это выглядит внутри. Посмотрите, как сумочка выглядит сзади. Вот. Здесь имеются полуколечки, на которые можно одеть еще один ремень. Или же здесь можно одеть какую-то декоративную деталь на сумочку. Ручки выполнены из натуральной кожи и вот эти отделки. Сама сумка выполнена из ткани Oxford D. Давайте посмотрим ее внутри. Подклад тоже простиженый. Имеется один карман вот такой вот двойной. То есть вот карман. И здесь на молнии еще один карман. И с обратной стороны вот такой карман. Он выполнен пониже, чтобы можно было туда поставить бутылочку с водой, например. Ну, вроде бы я все показала, все рассказала. Можно приступать к пошиву. Давайте для начала выполним основные детали сумки. Сумка у меня будет выполнена из ткани Oxford 600. Oxford 600. Я хочу сейчас сделать такое коротенькое объяснение, потому что многие у меня в комментариях спрашивают, что такое вообще Oxford 600 и какая разница между Oxford 600 и Oxford 200. Вот посмотрите, вот это Oxford 600. Вы знаете, иногда, иногда эта ткань бывает толще. Я не знаю, с чем это связано. Вот это вот довольно-таки мягкий Oxford 600. Потому что, например, красный у меня он намного плотнее. Вот посмотрите, с другой стороны он вот так вот проклеен. То есть, с этой стороны гладить его невозможно, только с этой. Эта ткань для меня идеальная для пошива сумок. Во-первых, она водоотталкивающая. Вы можете попасть под дождь, и с сумкой ничего не случится. Грязь отталкивающая. Ее очень легко почистить. То есть, если вы получите какие-то загрязнения, ее очень легко почистить тряпочкой влажной с нанесением немножко какого-то мыльного раствора. Единственное, что плохо, что жирные пятна от этой ткани убрать просто невозможно. Вот это 600, 600D почему-то называется он, я не знаю почему. А вот это, вот это 200, Oxford 200. Вот посмотрите, вот и сравните. Вот и сравните вот эти две ткани. Oxford 200 можно гладить как с одной стороны, так и с другой. Здесь тоже он проклеен. Его немножко сложнее, утюг немножко тянется, но все равно это возможно прогладить с паром с этой стороны и с обратной тоже. Вот такое вот отличие. Сразу вам отвечаю на ваши вопросы. Итак, сумка будет у меня шита полностью из ткани Oxford 600. То есть, и основные детали, и подклад. Все будет из одной ткани. Это моя технология. Если вы хотите подклад делать из более тонкой ткани, пожалуйста. Но я советую вам тоже подклад простежить. Вот смотрите, у меня поролон. Я буду стежить на поролоне. Поролон тоже у меня очень часто задают вопросы после моих мастер-классов. Что это за поролон, где его купить и так далее. Это поролон на основе джерси. Это прекрасный материал для стежки. Ткань не скользит по нему. Вот это немножко скользит, другие ткани вообще не скользят. То есть, мне достаточно его заколоть вот с четырех сторон. Так как Oxford 600 тоже плотная ткань. Четыре стороны и начинаем стежить. Ничего никуда не двигается. Все прекрасно. Вот в Германии мы его заказываем на Амазон. Стоит он совсем недорого. Стоит где-то в пределах 6 евро. Метр шестьдесят ширина. Называется он Каширтер Шаумштов Мит Джерси. Вот я вам так четко сказала, чтобы вы знали, как запрашивать, если вы будете истать. И также Oxford 600. Он тоже недорогой. Он тоже стоит в районе 6 евро. Это очень-очень хорошо для пошивок сумок. Для пошива сумок, извините. Выгодно, дешево и самое главное, качественно. У меня вот здесь вот сумка есть. Я вам сейчас покажу. Вот эту сумку из этой же ткани я шила 6 лет назад. Это моя личная сумка. Вот здесь вот Ницал Эль. Это у нас фирма называется Лемонт. Это вот Эль здесь вышита. Вот смотрите, 6 лет нашла эту сумку из этой ткани. Уголочки не прорвались, не протерлись. Она, конечно, уже выглядит не очень, потому что я ее заносила. Вот то же самое мы будем сейчас шить с вами. Вот видите? То есть хочу вам просто показать, в каком состоянии эта сумка. Так же и внутри. Тоже все здесь у меня растежено очень хорошо. Внутри она до сих пор осталась в прекрасном состоянии. Хоть ей уже 6 лет. Единственное, замок был блестящий. Замок был, вот это вот такие замки мои самые любимые. То ли с пластиковым замок. И на нее нанесена такая стальная краска. Он выглядит как железный. Вот эта вот стальная краска стерлась. А так сумка, я ее ни разу не чистила. Ни разу. Хотя уже пора ее почистить. Вот. Вот это преимущество ткани Oxford 600, друзья. Итак, как я и сказала, что сумка будет полностью шита из Oxford 600. Нам понадобится... Сейчас я вам скажу. Значит, две детали основные. Впереди, сзади. Потом две детали для подклада. Это уже четыре. Одна деталь для кармана. И потом еще нужно будет подкладочную ткань для кармана самого. Карман, который снаружи находится. На передней части сумочки. Значит, деталь. 46 на 44. Еще раз. 46 на 44. Нам нужно каждую деталь простяжить. Вот смотрите, у меня здесь уже... Я простяжила. Раз, два, три, четыре. Значит, что хочу сказать. Одна деталь – это карман. Наружный карман. Она должна быть немножко покороче. Но я всегда все детали делаю одинаковые. Потом, когда буду я карман свой пришивать, я обрежу сколько мне нужно. Это связано с тем, что у меня будет здесь вышивка машинная. Потом я, может быть, где-то вышивку не на правильном расстоянии. Значит, изготовлю. И можно всегда подрезать. Лучше сделать все детали одинаковые. А потом будем ориентироваться. Когда будем мы выкраивать карман. Я сейчас вам не буду показывать все, что нужно для этой сумки. Не будем мы выкраивать заранее все детали. Потому что потом вы запутаетесь. Это я сама знаю. Тоже мастер-классы смотрела. И тоже, если вначале показывают полностью все детали, потом путается человек. Лучше мы будем постепенно, шаг за шагом, шить. Итак, как я и сказала, 46 на 44. 5 деталей. 5. Нам нужно сделать стежку. Стежка у меня будет под 45 градусов. Как я это делаю? Я вам уже много раз показывала, но покажу еще раз. Итак, нам нужно найти центр нашей детали. Складываем мы один раз пополам. Вот так вот делаем линию. Вот она у нас здесь есть. И еще раз пополам. Вот таким образом мы нашли здесь центр нашей детали. Вот он центр. Потом мы берем линейку. Тоже у меня спрашивали, где можно купить такую линейку. Как она называется? Я вам скажу. Эта линейка называется пэтчворк линейка. То есть вы задаете пэтчворк линейке, и там вы ее найдете. Ну, мне кажется, такую линейку можно купить в любом швейном магазине. Я не представляю, как можно без нее вообще шить. Тем более сумки. Это большая-большая помощница. Итак, вот здесь вот есть точка. Здесь точка 45 градусов. Здесь вот есть, например, 60 градусов. Здесь есть 30 градусов. Нам нужна 45. Вот эта точка 45 градусов. И идут линии. И эту точку мы совмещаем с центром нашей детали. Совместили. Смотрим, чтобы вот эти вот сгибы у нас были ровненькие. Смотрим здесь и здесь. Так же само по бокам. Конечно, проще нарисовать. Вот здесь мне надо следить за эту линию, которую я просто наметила путем прижимания ткани. Можно их нарисовать, чтобы было яснее. Чтобы линейка лежала абсолютно ровненько. И вот наши линии 45 градусов. Намечаем. Наметили. И теперь можно расчерчивать. У меня есть такая речка. Ширина этой речки 3 сантиметра. 3 сантиметра у меня. И рисуем наши ромбики. Вот и рисуем. В одну сторону рисуем все линии. А потом в другую. Извините. А потом в другую сторону. Вот после того, как мы нарисуем все наши ромбики, закалываем с четырех сторон. Как вы видите, поролон я выкрала немножко побольше на всякий случай. Потом это все обрежется. И начинаем делать стежку. Ну вот, я нарисовала ромбики. И смотрите. На двух деталях. На передней и задней детали сумки. Нам необходимо сверху, где будет пришиваться замок, укрепить. Если вы будете изготавливать вашу сумочку на какой-то другой ткани. Не на Оксфорте. То вы можете просто приклеить вот в этом месте, где 46 сантиметров. Вы можете приклеить флизелин приутюжить. К этой ткани, к Оксфорту 600, флизелин не приклеивается. Сразу вам говорю. Поэтому я укреплю. У меня вот есть такая вот бумага. Это на ней я вышивку делаю. То есть я приклеиваю на пальцы. Потом к ней приклеиваю ткань. Она с такой клеевой основой. И мы сейчас, вот где у нас 46 сантиметров, я сейчас с обратной стороны приклею эту ткань. Эту бумагу. Она сюда прекрасно приклеивается. Вот так вот. Для чего это нам нужно? Для чего? Для того, чтобы молния сверху. Вот смотрите на моей старой сумке. Молния сверху, чтобы не волнилась. Ну вот она у меня. Ну почти не волнился. Но все равно волнился. Видите? Здесь я такой операции не делала. Поэтому, чтобы вот этой волны нам избежать, мы просто уплотним вот это место, где будет пришиваться замочек. Рисовала я, тоже часто спрашивают, фломастером, который исчезает при нагревании. Прекрасная вещь. Тоже покупали мы на Амазон. Упаковки было 100 штук. Я не помню, сколько это стоило, но недорого. Хватает очень-очень надолго. Советую, девчонки. Итак, прикрепляем четырех сторон и пойдем производить стежку. Итак, начнем. Нитку я взяла стального цвета. Она очень подходит вот к такой сиреневой ткани. Нитка полиэстер. Итак, начинаем. Закреплять строчку я буду только в начале и в самом конце. Перед тем, как вы будете выполнять стежку, всегда в начале ткань проталкивайте вот сюда вперед. Ширину строчки делаем пошире, чтобы это было красиво. И начнем. По кругу. Можно, желательно на поролон не выходить. Вот прям по краешку ткани. Вот в конце делаем закрепочку. И теперь то же самое в другую сторону. Вначале закрепочка. И поехали по кругу. Теперь обрезаем лишний поролон. Следим сразу, чтобы это было ровненько. Ориентируясь на эти ромбики, смотрим, чтобы они были одинакового размера. При этом мы будем сразу выравнивать наши заготовки. Вот с каждой стороны. Я смотрю, что мои ромбики везде имеют одинаковый размер. Обрезаем. И потом нам необходимо нашу деталь очень хорошо отгладить, пропарить. То есть отгладить с паром. При этом поролон даст усадку. И наши ромбики будут выглядеть очень даже симпатично. Такими выпуклыми. Пойду гладить. Ну вот, я хорошенько отгладила мою деталь. И теперь посмотрим, что же у нас получилось. Где у нас верх? Вот у меня верх. Здесь у нас было 46 сантиметров. Сейчас посмотрим. Вот, а теперь у меня получилось 44 с половиной. Вот так поролон дал усадку. 44 с половиной. И высоту у меня получилось 43. Итак, 44 с половиной на 43. Готово. Теперь я выполню машинную вышивку. Что я хочу сказать? Конечно же, на кармане нужно сделать какое-то украшение. Это у меня будет передняя или задняя деталь. Какое-то украшение желательно. У меня машинная вышивка. Конечно, вышивальные машины не у всех. Ну, есть очень много возможностей. Вы можете пришить здесь какую-то этикетку. Вы можете здесь пришить какой-то орнамент. Вот посмотрите, например, сколько у меня их имеется. Это продается в швейных магазинах. То есть, вот такие вот аппликации, которые на клеевой основе. Ну, конечно же, перед сюда никак не подходит. Ну, например, вот такая вот деталь. Вот, посмотрите. Тоже красиво. То есть, она сначала приклеивается утюгом, а потом, для того, чтобы это было надежно, просто по краю пристрачивается. Вот, тоже красиво. Можете здесь приклеить звезду и потом ее пристрочить. Возможностей много. Можете здесь приклеить вот такую деталь, вот такие цветы, или даже два цветка. Много есть вариантов. Здесь, кстати, в Германии таких вещей нет. Вот я покупала это в Новосибирске, в России. Вот, смотрите. Тоже красиво. Возможностей много. Так что это на вашу фантазию рассчитано, друзья. Вот тоже, смотрите. Тоже красиво. Как будто вышивка. Тоже красиво. ну вот вышивка готова я вот вижу что вышивка у меня выполнена немножко низковато поэтому сейчас сантиметра 3 сверху обрежу вот для того я и выкраиваю деталь кармана точно такой же размера как основные детали всегда можно подогнать и так что мы делаем теперь я надо сейчас сразу обрежу чтобы я могла уже вам точно показывать мои дальнейшие действия так смотрим ровненько я сейчас так обрежу это будет уже идеальная высота вышивки здесь вышиты инициалы будущие хозяйки сумки теперь вот я выкроила деталь для обратной стороны кармана то есть подкладки значит выкроила я размера ну такой же размер как и деталь кармана ее тоже нам потом придется обрезать но лучше потом подгонять чем вам чего-то там потом не хватит и сделайте немножко пошире вот я здесь сделала по пол сантиметра можно даже чуть-чуть побольше пошире сделать когда мы будем потом все это пришивать что если где-то что-то перекоситься лучше подстраховать себя сделать немножко пошире и так я я вам сейчас покажу на примере моей старой сумки вот смотрите вот вот карман вот видите здесь это тоже натуральная кожа вот здесь вот он волнится видите потому что раньше я этого не делала но уже несколько лет я делаю это то есть я причем перед тем как пришивать кожу я верх укрепляю значит нам понадобится кожа натуральная можете взять искусственную кожу ну конечно лучше берите такую кожу которая не осыпается потому что вот здесь вот тоже она не подворачивается на ручках тоже не подворачивается пришивается за самый край который будет не обработан так что такая кожа есть которая вообще не сыпется вообще поэтому вот я вам говорю значит нам нужна кожаная полоска для обработки верха кармана ну и сюда тоже кожа кожа. Это мы потом будем разбираться с этим. Итак, что я делаю? Вверх кармана я вот специально покупаю вот такую вот косую бейку из искусственной тонкой кожи. Это очень тонкая искусственная кожа. Тоже, кстати, которая вообще не осыпается. Смотрите. Вот так вот накладываю прям наверх. Вот смотрите, вот этот сгиб прям на самый верх. Накладываю и пришиваю. Пришиваю. Вот здесь прокладываю строчку. Ну, наверное, на 2 миллиметра может быть. По самому краешку. Потом эту ленту я подворачиваю очень плотненько вниз и здесь прокладываю еще одну строчку. Вот, да. Значит, кожу я взяла натуральную для этой цели. Кожу я взяла натуральную, стального цвета. Так пожелала будущая хозяйка этой сумки. Значит, давайте сначала я эту ленточку пришью сюда, а потом расскажу вам дальше. Вот смотрите, ленточку я пришила. Что я хочу сказать? Если у вас нет вот такой вот косой бейки из искусственной кожи, вы можете взять самую обыкновенную тоненькую косую бейку и проделать ту же самую операцию. Значит, это я сделала. Теперь мы берем ленту. ленту я вырезала 8 сантиметров шириной. 8. Теперь что я буду делать? Смотрите, вот так вот я подгоняю мою ленту прямо вот к этой, которая у меня уже нашита. Смотрите, не накладывайте наверх, потому что вам нужно минимизировать вот здесь вот утолщение. Не забывайте, что это у нас будет вшиваться в боковые швы. Значит, вот я прикладываю к самому краюшку вот этой лентой, которую мы пришили и вот здесь прокладываю первую сточку, то есть прямо вот на несколько миллиметров, прямо возле этой ленточки. Потом я отступлю, сейчас я скажу сколько, скажу вам точно, отступлю я 1 сантиметр, нарисую здесь ориентировочную линию и проложу еще одну строчку. И смотрите, у нас будет вот такой вот подгиб. Вот смотри, такой подгиб у нас будет. Если, ну смотрите, это не такое большое утолщение, но если вы хотите сделать еще здесь, чтобы не было такого утолщения, еще минимум утолщения, то можете вот эту ленту просто пришить, которая у вас не осыпается, просто пришить вот так, без подворачивания. Это тоже будет выглядеть нормально. Но для этого вы, конечно же, здесь нарисуете ориентировочную линию, проведете и потом прикладывая, для того, чтобы это было все тоненько, проведете, сделаете вот здесь вот строчку. Вот, это будет первая строчка. Так, давайте сейчас это выполним. Смотрите, что у меня получилось. То есть я пришила здесь вплотную к этой ленте край кожи и потом отступила, но я вам сейчас скажу, отверху, сколько это будет, потому что, может быть, у всех разная ширина кособейки. Отверха 2 сантиметра. Вот. И потом я проложила здесь ориентировочную линию и проложила еще одну строчку. И вот смотрите, у нас еще здесь так тоненько, никаких утолщений нет. Все очень плоско. То есть верх кармана у нас будет смотреться красиво. Вот я вам покажу еще поближе, с одной стороны и с другой стороны. Вот так это выглядит. Теперь, что нам нужно сделать теперь? Теперь к этой ленте нам нужно пришить подкладку кармана. Вот смотрите, вот. Сделаем вот так. Вот наша лента, которую мы будем отгибать. Вот наша подкладка. Лицевая сторона. И лицевая. Мы берем, сначала я здесь нарисую 1 сантиметр ориентировочную линию. Эти линии нам всегда нужны, чтобы пришить ровненько. Я надеюсь, вы меня поняли, друзья. Я вот нарисую приблизительно вот так вот линию. И потом вот лицевая сторона нашей подкладки. И вот таким вот образом, смотрите, просто я накладываю нашу вот эту ленту и сюда ее сейчас я пришью. Вот на расстоянии, может быть, 2-3 миллиметра. И это все делается для того, чтобы избежать вот здесь вот утолщений. Вы меня поняли. Конечно же, можно пришить вот так вот, потом вывернуть, и потом у нас здесь образуется такое хорошее-хорошее утолщение. Нет, нам этого делать не нужно. Поэтому, как я сказала, лицевая сторона подкладки, лицевая сторона вашей ленты отделочной накладываем и пришиваем. Ну вот смотрите, что у меня получилось. Вот смотрите, что я хочу сказать. Вот я вам рассказывала, что вот этот шов я сделала от верха отступив 2 сантиметра. Я потом поняла, что это мало, потому что я хочу установить магнитную кнопку. Если вы магнитную кнопку устанавливать не будете, друзья, то 2 сантиметра это нормально. Потому что у нас магнитная кнопка, она, вот у меня магнитная кнопка, она 1,8, почти 2 сантиметра. Поэтому нам нужно еще место, чтобы потом у нас вот эту вот кожу подшить. Поэтому я сделала 2,5 сантиметра. Я надеюсь, что вы меня поняли. Друзья, извините меня, что я так подробно рассказываю. Может быть, кто-то будет писать в комментариях, что очень много лишних болтовни. Но я хочу вам все это рассказать очень-очень подробно. Потому что на канале у меня не только профессиональные мастерицы, которые умеют все, с полуслова все поймут, а люди, которые еще, может быть, только начинают вот это вот, начинают свое хобби по пошиву сумок. Поэтому я рассказываю очень подробно. И почему еще? Потому что вот этот вот карман, это лицевая сторона сумочки. Это как, эта часть сумочки должна быть безукоризненной. Поэтому нам надо ее сделать просто идеально. это лицо сумки. Итак, вы меня поняли. Значит, вот эту вторую строчку я проложила 2,5 см. Пришила я подкладку. Вот. Вот смотрите, все тут у нас тоненько, все так плоско, утолщения никаких нет. И что мы теперь делаем? Значит, теперь я хочу установить магнитную кнопку. Я смотрю, подворачиваю, вот так натягиваю здесь, подворачиваю. Вот я вижу, какой ширины у меня будет вот эта вот обтачка. И вот здесь я намечаю себе вот это вот место подворота. Хорошенько надо натянуть, хорошенько. И я отмечаю себе место подворота. Вот смотрите, вот у меня будет место, которое будет подворачиваться. И теперь мне надо установить кнопку. Кнопку мне надо установить, чтобы она, вот это вот, смотрите, вот здесь вот у меня отмечено место подворота. она должна быть вот почти вплотную к этому месту подворота. Значит, мы вот эта вот часть, которая будет кнопкой закрепляться, я ее ставлю немножко пониже нашей отметочки и рисую место, где мне нужно прорезать дырки. Так, ну это естественно, что вы найдете центр детали. Это естественно, это я надеюсь, вы поняли. Еще раз я проверю, или это у меня центр. Вот у меня центр детали. Рисую центр. И вот теперь точно центр. Отмечаю место размещения кнопочки. Так, теперь прорежу я отверстие, через которое мы будем вставлять кнопочку. С одной стороны, с другой стороны. И, что очень важно, нам нужно с обратной стороны прикрепить какое-нибудь такое плотное укрепление, плотную ткань. Вот у меня прорезанная моя... Где она у меня? Прорезанная. Я вставлю просто сюда свою кнопку. Так. И на кнопку я надену еще кусочек какой-то плотной ткани. Это для того, чтобы наша кнопочка не вылезла при эксплуатации сумочки. Закрепляем вовнутрь. Закрепляем молоточком. Готово. Вот наша кнопочка установлена. Теперь нам нужно это подшить. Как я это сделаю? У меня есть вот такой вот клей. Фиксирующий, который очень хорошо фиксирует натуральную кожу. Искусственную кожу не очень. Но если у вас такого клея нет, вы можете просто двухторонним скотчем это прикрепить. Я нанесу этот клей. Так. И вот так вот зафиксирую мою кожу. Она ложится очень ровненько теперь. Видите? Ровненько-ровненько. И подворачиваю. Все хорошенько натягиваем. Вот видите? У нас кнопочка получилась на самом верху. Вот так она и должна быть. Вот. Прекрасно. И теперь мы можем смело проложить строчку. Я эту строчку проложу не по коже, а проложу ее внизу, чтобы строчки не было видно. Вот. У меня здесь хватает места. Кнопка мне мешать не будет. Я сейчас проложу вот здесь внизу фиксирующую строчку. Ну вот смотрите. Я все зашила. Получилось просто прекрасно. Просто идеально. Вот посмотрите. Вот эта вот кнопочка у нас располагается немножко ниже от сгиба. Это нормально. И как раз хватило места вот здесь вот легко с этой стороны прошить, не задев кнопочку. Все. Эта часть. Карман у нас почти готов. Дальше мы ничего не делаем. Это мы будем делать позже, друзья. Все. Теперь следующее, что мы будем делать, мы будем изготавливать ручки. Для ручек нам понадобится стропа. Стропа в цвет кожи. Вот смотрите. Подходит. Стропа у меня 4 сантиметра шириной. 4. И ленты. Вот я выкрыла из кожи. С одной стороны будет пришиваться лента и с другой стороны. Ленту я выкроила 3 с половиной сантиметра. 3 с половиной. У меня таких длинных полосок для ручек уже не было. Поэтому мне пришлось соединить два кусочка вместе. Вот посмотрите. Видите? Хочу дать несколько лайфхаков, если вы будете так же, как и я, соединять из кусочка какие-то детали. Значит, ну, во-первых, главное, когда вы будете шивать, делайте длину стежка поменьше. Вот поменьше. Тогда будет проще шивать. Разворачиваете. А, нет. Сначала вы обрезаете уголочки. Вот видите? Вот у меня здесь обрезанные уголочки. Потом разворачиваете и прям вот почти у самого шва проделываете строчки. И потом, чтобы это было более плоско, отбиваете хорошенько молоточком. И проглаживаете. Как я проглаживаю? Все равно, с какой стороны. Хоть с изнанки, хоть с лицевой стороны. Накладываю ткань и с паром проглаживаю. Потом я оставляю эту ткань лежать на коже, чтобы кожа и ткань остыла. Это вы можете сделать, и если будете вы с натуральной кожей работать, то в самом начале. Наверняка у кого-то кожа будет просто помятая. Вот таким образом перед работой разгладить кожу. И вот так аккуратненько у меня получилось. Вот, посмотрите. И что я хочу сказать? Вот здесь вот, если вы хотите так же, как и я, вот этот шов спрятать, чтобы мне было видно, тоже длину стежка делайте, ну, не минимальную, но поменьше. Это будет намного проще, медленно вот здесь вот этот шов спрятать. Вот такие пару лайфхаков. Итак, 40 сантиметров длина стропы. 40. Значит, сейчас мне нужно приклеить полоски кожи. Значит, что можно сделать? Можно эту кожу наклеить только с одной стороны. Но я вам сейчас покажу мою старую сумку. Вот смотрите. Ручки будут вот так висеть. И, конечно же, хочется, чтобы когда они висят, чтобы здесь тоже была кожа. Вот только по этой причине я кожу приклеиваю. Кстати, раньше я... Раньше, еще раньше этой сумки я этого не делала. Я приклеивала кожу только с одной стороны. Ну, вот так я считаю лучше. Смотрите сами. Значит, сейчас я зафиксирую эту ленту точно посередине. Я использую мой клей. Вы же можете, если у вас клея нет, приклеить эту кожаную полоску при помощи двухстороннего скотча. Девчонки, еще раз повторяю. Вот этот клей, он прекрасно, прекрасно закрепляет именно натуральную кожу. Именно. Вот другие не так. А вот именно натуральную кожу он закрепляет просто, просто прекрасно. Так, вот смотрите. И теперь мы эту ленточку прямо посередине фиксируем. Посередине. То есть у нас вот здесь, так как у нас вот эта вот ленточка три с половиной сантиметра, естественно, у нас останется по бокам место на стропе. И это как раз место, где мы будем ручку сшивать потом. С одной стороны. Я сейчас сразу на всех нанесу мой фиксирующий клей. С одной стороны и с другой стороны. Тоже точно посередине. Это уж вы должны сами ориентироваться и смотреть, чтобы ленточка была зафиксирована прямо посередине стропы. Вот. Видите, достаточно толстая, потому что у меня стропа, сама стропа очень толстая, другой у меня такого цвета не нашлось. Вы можете взять потоньше. Так, одна готова. Теперь приклеиваем эти полоски ко второй ручке. Точно посередине. Вот. С одной стороны. И с другой стороны. Вот. Я зафиксировала. Пожалуйста. Теперь пойду я к машинке и проложу строчку. Вот здесь по самому краю, с другой стороны и посередине тоже. Это обязательно. Итак, три строчки я делаю. Я вам давала несколько лайфхаков по пошиву кожи. Вот что я вам не сказала. Есть кожа, которая при нагревании просто скукоживается. У меня такое уже было. У меня был такой хороший кусок кожи. Я начала гладить, и он у меня просто весь скукожился, сморщился. Мне его пришлось выкинуть. Поэтому перед тем, как будете проглаживать кожу, проверьте. Проверьте на каком-то маленьком кусочке или она, или ее вообще можно нагревать. Значит, вот я смотрю здесь при хорошем освещении, что у меня здесь не совсем посередине. Это я, значит, исправляю и начинаю пришивать ленту. Проверяю еще с обратной стороны. Здесь у меня все посередине. И начинаю пришивать по самому краешку кожи где-то миллиметра, может быть, на два. Длину строчки я увеличила. и по середине. Я это буду делать на глаз. Можете нарисовать ориентировочную линию. Теперь от середины ручки нам нужно в каждую сторону с каждой стороны сделать отметку на расстоянии от центра 12 сантиметров. Вот, 12 с одной стороны и 12 с другой стороны. И теперь ручку мы свернем Вот этот шов, который мы проложили здесь в строчку, он нам поможет правильно свернуть без проблем ручку. Начинаем мышивать ручку. Мне, конечно, это будет сделать немножко сложно, потому что у меня здесь хорошее утолщение посередине, так как я соединяла два кусочка ткани. И еще у меня такая плотная толстая ручка, потому что у меня очень толстая стропа. Начинаем мышивать по середине. Не сначала вот отсюда, где у нас отметка, а посередине. Вот почему. Здесь такое место, которое может очень быстро рваться. Такие случаи у меня уже были. И поэтому, если вы начнете сшивать посередине, такого не произойдет. Ваша ручка будет надежно надежно сшита и не порвется. Делаем закрепочку и поехали до нашей отметки. Сшиваю я прям по краешку, то есть по стропе. Если где-то будет кожа попадать, ничего страшного, ничего страшного. идем до нашей отметочки. Вот она. Делаем закрепку, разворачиваем, точно до отметки, разворачиваем, делаем еще одну закрепку и возвращаемся к центру. и от центра мы точно так же сшиваем вторую половинку до отметки. Делаем закрепочку, разворачиваемся, еще одну закрепку и возвращаемся к центру. В центре делаем тоже закрепочку. Готово. Кстати, если будет у вас плотно, вот у меня здесь достаточно плотно, можно было перед тем, как шивать, здесь хорошенько постучать молотком. Но ничего, и так получилось у меня. вот, готово, ручка готова. У меня они уже обе готовы. И что мы сейчас делаем? Сейчас мы ее вот так вот прижмем и хорошенько, хорошенько отшлепаем молоточком. Вот так вот. И вот смотрите, вот видите, вот здесь вот за счет того, что вот здесь у нас посередине мы прокладывали строчку, вот здесь вот ничего не мощится. Все, кожа лежит внутри ровненько и не морщится. Так, вот тут уже у меня ручка готовая. Сейчас я вам покажу, как я ее делала. Как я и сказала, хорошенько отбиваем молоточком с обеих сторон. Вот здесь такое утолщение. Мне было вставить туда кабель не так-то просто из-за вот этого вот утолщения, которое у меня образовалось при сшивании двух половинок. Но, к сожалению, такого куска кожи у меня больше не было. Итак, что мы теперь делаем? Я, кстати, здесь лежит зажигалка, я вам не сказала, перед тем, как работать с этой лентой. Ее нужно подхвалить, чтобы она не обтрепывалась. Итак, нам нужно в середину вставить кабель. Это у меня телевизионный кабель. Он у меня объемом, сейчас я вам скажу, я не знаю, как тут замерять, ну вот, ну сколько тут, ну, наверное, восемь. Ну, вы должны ориентироваться просто, потом вы примерите, как он будет входить. Совсем, совсем тонкий, нехорошо, потому что он может потом вылезть. Надо так немножко потолще. Ориентируйтесь сами. Что я теперь делаю? Значит, сюда я капну несколько капель масла для волос. Это может быть и машина масла, все равно. Я вот прям туда капну. Капель пять капнула и начинаю вставлять кабель в середину. Вот он пока идет хорошо. Вот если бы тут этого утолщения не было, он так хорошо бы и до конца бы у меня зашел. Помогать можно вот так вот прокручивая, чтобы масло распределялось равномерно по кабелю и просовываем. Вот здесь это уплотнение у меня, конечно, сложное. Я его еще раз в этом месте хорошенько отколочу молоточком и продолжаю проталкивать. Прокручиваю. И это место, конечно, у меня очень проблемное. Но идет. У вас такого не будет, так как я надеюсь, что вы найдете кусок кожи, который не нужно будет сшивать по середине. Вот и после того, как где-то останется вот столько, у меня есть такое устройство. Это вообще для задувания свечей. Я им всегда пользуюсь. Мне здесь нравится, что здесь такой объем, кругленько. И при помощи его я проталкиваю дальше кабель. Вот видите, как хорошо пошло. да, я не сказала, что кабель нужно вырезать на 2 сантиметра короче. То есть здесь у нас 24, значит, кабель мы вырезаем 22. И нужно, чтобы он у нас так спрятался, чтобы он у нас не выглядывал. Проталкиваем дальше. Вот кабель внутри. И теперь я должна визуально или путем ощупывания убедиться, что он у меня на одинаковом расстоянии. То есть здесь сантиметр и здесь. Вот мне надо еще немножко протолкнуть. Все. Вот теперь он у меня на одинаковом расстоянии. Так. Разворачиваем шов вперед. Вот такая прекрасная ручка получилась. Все ниточки можно опалить зажигалочкой. И ручки у нас готовы. Здесь я еще обрежу. Ручки у нас готовы. Следующим этапом в пошиве нашей сумочки это будет изготовление шлевок. Я не знаю, как они правильно называются. Получаю все время какие-то комментарии, что все неправильно называю. Извините. Итак, шлевки. Назову их так. Нам нужно их пять штук. Вот смотрите, я уже здесь четыре приготовила и сейчас покажу, как я их делала. Я взяла. Да. Главное, что вам нужно сказать. Вот вы должны взять свои полуколечки. Вот когда я их покупала, они назывались, как было в описании, что они четыре сантиметра. То есть я покупала четыре сантиметра, потому что потому что вот такая вот лента, она обычно бывает, конечно, разных размеров, но я покупаю четыре сантиметра. Это очень хорошо для шлевок. Это очень хорошо для лямок, для рюкзака и так далее. Четыре сантиметра. Я взяла четыре сантиметра полукольца. Но когда я их получила, я поняла, что внутри они, вот они четыре, видите, четыре, а внутри они всего немножко больше, чем три с половиной. Поэтому это вам нужно учесть перед тем, как вы будете изготавливать свои шлевки. И так же в дальнейшем, когда вы будете изготавливать ремни для рюкзака. Итак, вот смотрите, вот четыре сантиметра. Если я сюда вставлю, то я вижу, что это широковато. Видите? Если у вас найдется вот эта лента, которая будет три с половиной, то вам не нужно шить из основной ткани вот такие вот детали. Вы можете просто или просто так пришить, или с наложением, что очень красиво, с наложением кожи натуральной. Но смотрите, чтобы вот эта вот лента, она была у вас тонкая, плотная, но тонкая. Вот здесь вот. Но она тонкая, но немножко можно было бы еще потоньше. Итак, как я и сказала, здесь у меня внутри 3,8. Я выкроила. Смотрите, вот эта деталь, она у меня шириной 7 сантиметров и длиной 8. Вот смотрите, я складываю ее вот сюда вовнутрь, стык-стык, и прокладываю строчку с одной стороны и с другой стороны. Вот, посмотрите, вот так вот это выглядит. Нам нужно 5 штук. Вы можете или отдельно сделать вот эту деталь, или выкроить одну ленту и потом ее разрезать на 5 частей. Учитывая, что каждая у нас должна быть длиной 8 сантиметров. Итак, 7 сантиметров складываем вовнутрь, делаем здесь строчки по бокам, и вот эта деталь у нас готова. Дальше. Я, как я и сказала, я буду накладывать кожу наверх натуральную. Кожу я выкраиваю тоже 3,5. Это у меня получается сейчас, после того, как я сшила, получается здесь 3,5 сантиметра. Я накладываю кожу такой же ширины 3,5, но она должна быть немножко длиннее. Посмотрите. И вот почему. Вот смотрите, когда мы будем шлевку нашу собирать, у нас вот здесь не должно быть такого ровного среза. То есть, срезаем мы все вместе нашу ткань, кожу и так далее. Должно быть ступенькой все. Видите? Ступенечкой. У меня нету такого ровного среза. Это для того, чтобы, когда мы будем пришивать, чтобы у нас вот это место, здесь не было утолщения и не было, чтобы оно потом не проглядывалось сквозь кожу, которую мы будем нашивать. Это потом позже вы увидите. И, кстати, на ручках нужно сделать то же самое. Вот здесь вот внизу не нужно делать такого ровного среза. Сделайте ступенькой. Вот смотрите, я вот мою вот эту вот ленту я ее опаливала. Вот сейчас уже она не осыпается. Я ее даже здесь немножко распушила, чтобы она не была такой плотной. И, видите, у меня ступенькой вырезана один слой, второй слой, третий слой. То есть не надо здесь делать такого одинакового толстого среза. И потом, когда будем мы пришивать, я даже здесь, видите, немножко подпорола, чтобы это сделать. И у нас тогда будет, видите, здесь не будет такого толстого, такого явного среза. Будет это плавно переходить. Я надеюсь, вы меня поняли, что я имею в виду. Итак, Так, еще раз, 7 сантиметров, складываете вовнутрь, заглаживаете, с одной стороны строчка, с другой стороны строчка, и потом накладываем мы нашу кожаную полоску, тоже ее пришиваем по бокам, и потом можно после этого одевать на полуколечко. Вот смотрите, теперь, видите, абсолютно здесь правильный размер. И так, вот таким образом, видите, здесь все ступеньки. Даже можно здесь еще подрезать, или кожу еще подрезать. Смотрите, вот так вот, и мы фиксируем. На расстоянии идет о полтора сантиметра, вот здесь вот делаем мы фиксацию. Готово. Если будет немножко длинновато, мы потом подрежем. Итак, таких шлевок нам нужно сделать 5 штук. Делаем. Следующее, что нам нужно сделать. Нам нужно изготовить вот такую вот ленту, которая будет закрывать шлевки и ручки. Значит, у меня вот здесь вот имеется стропа, у которой ширина 4 сантиметра. Смотрите, что я делаю. Я ее выкрою. Смотрите, чтобы полтора сантиметра от среза она отступала. С одной стороны и с другой стороны. Вот смотрите. Это для того, чтобы она не заходила в шов. Это мы, значит, минимизируем утолщение по бокам. Так, вот я обрежу. Вот, смотрите. Вот так где-то приблизительно она должна быть. Обполю я края. С обеих сторон. И потом эту стропу нам нужно закрыть тканью. То есть, основной тканью, из которой мы шьем нашу сумочку. Вот я здесь вырезала. У меня стропа 4 сантиметра шириной. Вырезала я вот эту деталь. 8,5 сантиметра. 8,5. Вот смотрите, она как раз сюда входит. Смотрите. Видите? И теперь мы должны проложить строчку. С одной стороны и с другой стороны. Не обязательно она должна быть посередине, потому что потом мы будем это закрывать еще кожаной лентой. Вот так вот. Поэтому давайте сейчас это сделаем. Ну вот смотрите, что должно получиться. Смотрите. Видите? Она у меня как-то неровно пришит. Это не имеет значения. Главное закрепить внутри стропу. И как вы уже поняли, что основная ткань, деталь из основной ткани у нас должна равняться ширине верха лицевой и задней стороны сумочки. Как вы помните, мы пришивали здесь укрепитель. То есть я приклеивала такую бумагу закрепляющую здесь. Вот это будет верх сумочки. Где будет пришиваться замок? Не перепутайте. Значит, мы находим эту деталь. И вот так будет пришиваться эта лента. Но для начала нам нужно здесь пришить кусочек кожи. Вот смотрите. Я этот кусочек кожи выкроила шириной 3,5 сантиметра. Основная вот эта деталь у меня 4. И ленту выкроила я 3,5 сантиметра. И сейчас я эту ленту зафиксирую, как всегда, с нанесением клея. Как я уже и сказала, что вы можете это закрепить двухсторонним скотчем. Вот так вот я закрепляю нашу ленту. Только закрепляю, не пришиваю, друзья. Пришивать мы будем после того, как я размещу здесь ручку и шлевку. Ручка. Находим середину нашей детали. Вот она. Отмечаем от среза сверху. Я еще раз проверяю. Да, это вот там, где мы приклеивали уплотнитель. Сверху я откладываю 4,5 сантиметра. 4,5. И прокладываю здесь ориентировочную линию. На расстоянии, еще раз говорю, 4,5 сантиметра от верхнего среза. Вот наша линия. Теперь от середины мы делаем наметку в каждую сторону по 5 сантиметров. 5 сантиметров и 5 сантиметров. И также для шлевки от бокового среза мы тоже откладываем 5 сантиметров. Вот это наши метки. То есть здесь будет пришиваться ручка. Вот. И здесь будет пришиваться шлевка. Вот смотрите. Пришиваем ручку. Сразу надо наметить, на какой глубине мы будем ее, эту ручку, пришивать. Значит, вы можете сами там ориентироваться. Если вы хотите не очень длинную, можете пониже опустить. Я опущу вот так вот. Вот здесь у меня место шивания точно 5 сантиметров. Значит, и здесь я сделаю 5 сантиметров. Это будет приблизительно вот так вот. Вы поняли меня, да, девчонки? То есть нам нужно пришить ручки, чтобы вот это вот место соединения было на одинаковом расстоянии от вот этой вот линии. Еще раз контролирую. Так, теперь у меня здесь 5 сантиметров. И с другой стороны тоже 5. Я смело здесь провожу мою линию. Ориентироваться надо вот от этой точки, где у нас сшивалась ручка. Отмеряем расстояние 5 и 5. И теперь ручку можно вот так вот пришить. Но не прямо вот по этой метке, а немножко пониже, на полсантиметра. Хорошенько пришить и закрепить. Точно так же мы пришьем шлевочку. Смотрим. Так, вот приблизительно вот так вот она должна быть. Видите, вот где мы вот ее закрепляли, вот я здесь делала такую закрепляющую строчку, можно прямо по этой строчке и так же закрепить. То есть вот мы строчим, строчим, пришиваем. Но, конечно же, не прямо по строчке, а немножко пониже. Вот так вот приблизительно. Дальше строчим, пришиваем ручку и все это на полсантиметра ниже нашей ориентировочной вот этой вот линии. Пришиваем, дальше строчим и пришиваем с этой стороны ручку. Тоже где-то на полсантиметра ниже нашей ориентировочной линии. Давайте это сделаем. Это будет лицевая сторона нашей сумочки. Ну вот, смотрите, передняя часть сумочки у меня уже готова. Я решила вам показать более подробнее, как я вот это все делала, по мере задней части сумочки. Для начала вы должны убедиться, что две детали, передняя и задняя, абсолютно одинаковые. Если что-то где-то больше, значит, вам надо это подровнять. Все, я убедила, что две детали, передняя и задняя, у меня одинаковые. Теперь мы точно так же здесь прокладываем ориентировочную линию от среза верхнего 4,5 сантиметра. Точно так же прокладываем. Потом мы точно так же находим середину детали, в каждую сторону по 5 сантиметров и слева, слева еще 5 сантиметров. Все, теперь, значит, это задняя половинка сумочки, поэтому нам нужно еще посередине еще пришить одну шлевку. То есть это будет шлевка для ремней. То есть мы пришиваем шлевку, шлевку и ручку. На ручке я уже тоже отметила, как я и сказала, от вот этого вот места отмечаем мы 5 сантиметров. Не отнизу, потому что здесь у нас может быть разное расстояние. От отсюда, от этой точки 5 сантиметров. Вот я здесь уже нарисовала вот эти мои линии. И все, пойдемте шить. Лента тоже готова. Итак, вот у нас первая отметка. Пришиваем шлевку. Для начала мы должны ее расположить так, чтобы убедиться, что когда мы будем пришивать ленту, чтобы вот этот бугорок нам не мешал при этом, при пришивании. Вот я смотрю, вот наша ориентировочная линия, я так по ней иду. Вот я вижу, что вот так вот будет нормально. То есть он мешать мне не будет. Вот видите? Итак, и пришиваем ее. Где-то на ширину лапки от нашей вот этой вот ориентировочной линии. Пришиваем. И хорошенько закрепляем. Идем дальше. Ручка. Линию нашу ставим, вот эту, которую мы здесь отмечали, 5 сантиметров от этой точки. Ставим точно на ориентировочную линию. Соединяем ее. И пришиваем ручку. Закрепляем. Итак, следующая шлевка. Вот центр. Смотрим, чтобы шлевочка была точно по центру пришита. И точно так же убеждаемся, что при пришивании ленты не будет мешать полуколечка. Вот я убеждаюсь. И пришиваю. Ну и вторая половинка ручки. Готово. Теперь, вот видите, вот здесь у нас все торчит. Нам нужно это закрепить. То есть делаем еще одну строчку пониже. Ну вот. Смотрим. Здесь можно немножко обрезать. Хотя это не обязательно, но можно обрезать. Так. И теперь пришиваем ленту. Так. Вот. Ложим ленту на нашу ориентировочную линию и пришиваем. Пришиваем по коже. Вот на расстоянии от среза где-то 2, может быть 2-3 миллиметра. Пришиваем. Ну только. Продолжение следует...